Агро-Юг-2016 Масштаб мероприятия можно описать одним словом – мощно. В первую очередь об этом говорит число участвующих отечественных и зарубежных компаний, которых не меньше 450. Более того, форум считается международным. Мы наконец-то пришли к той мысли, которую на самом деле всю жизнь знали, особенно сельхозпроизводители, что сельское хозяйство – это отрасль, конечно же, нашей экономики. Но это стратегическая отрасль экономики любой страны. Человеку всегда будет потребность покушать, развиваться. И без сельского хозяйства это невозможно. И вот я думаю, что чем чаще мы будем встречаться, тем больше мы будем друг друга обогащать, тем мы больше расскажем друг другу спасибо, и наша страна будет развиваться. Именно в рамках этой стратегической отрасли. Форум не ограничивается презентациями и площадками для дискуссий. Для высокой эффективности мероприятия важно дать участникам возможность договориться. Для этого были организованы специальные комнаты для диалога, как говорится, тет-а-тет. Молочный бизнес, кормовая база, плодоводство, зерно, тепличный бизнес – это часть тем, которые актуальны сегодня, и по которым на форуме готовы были предложить инвестиционные проекты. Оставить без внимания нельзя и другое, подчеркнули спикеры. На этапе массового развития и подъема важно, как говорится, не перестараться. Мы, замещая импорт, внутри себя уже будем скоро делить каждую поляну, и даже думаю, что самопроизводство продукции где-то может на каком-то этапе срываться. Почему? Потому что переизбыток может наступить. Надо выходить на внешние рынки, надо поставлять, и для этого бесспорно. И мы, как главы субъектов, должны искать пути соглашения и участвовать в различных международных форумах, инвестиционных или экономических, или вот таких сельхозпредприятий. И, конечно, Министерство промышленности и торговли России должно помогать нам. Два с половиной часа непрерывного диалога. Первый день форума вполне можно назвать продуктивным. А увидеть новые достижения сельхозтехники и услышать инновационные предложения можно было на специальной выставке в Михайловске. Туда и отправились гости форума после заседания. Форум продлится два дня. В его рамках запланировано подписание нескольких соглашений между правительством Российской Федерации, правительством Ставропольского края и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-исследовательском и социально-культурном сотрудничестве. Анастасия Романова и Владимир Кириллов, АТВ Ставрополь.